Сегодня 7 мая и мы отмечаем один из самых важных и почитаемых праздников День защитника Отечества. Каждый день казахстанские солдаты, моряки, пограничники, полицейские стоят на страже нашей с вами безопасности и благополучия. И сегодня мы расскажем именно о них, о настоящих героях. Мы погрузимся в атмосферу воинской жизни, почувствуем на себе ритм и особенности службы в рядах вооруженных сил Казахстана. Мы увидим, как проходят тренировки и поддерживается дисциплина, а также боевой дух наших солдат. Это программа «Народный контроль». С вами я, Дамир Галиев. Здравствуйте. Накануне Дня защитника Отечества мой коллега Амир Саминбетов побывал в войсковой части 68-665 дислоцированной близ Астаны. И на собственном опыте узнал о буднях солдат одной из элитных частей казахстанской армии. Еще недавно ее офицеры носили голубые береты и выполняли задачи парашютного десанта. Но после реорганизации десантно-штурмового батальона они теперь гордо называют себя бригадой особого назначения. Фактически это тот же спецназ, и перед ними стоят все те же сложные боевые задачи. И одна из ключевых – защита государственных объектов. Амир Саминбетов увидел, как из вчерашних призывников готовят универсальных солдат. Сайлаш Арнал уже больше полугода проходит срочную службу в войсках бригады особого назначения. Говорит, что для него честь носить военную форму. Армия научила его дисциплине, ведь здесь все должно быть четко, ясно и вовремя выполнено. А день расписан у них буквально поминутно. Подъем в 6.30 утра. После сразу же заправка кровати. Причем это настоящее искусство. Все должно быть идеально ровно. Затем у солдат завтрак. Ну а дальше все строго по распорядку дня. К слову, его войсковой части утверждает командир. Этот график может включать в себя время для выполнения различных задач, таких как боевые стрельбы, учения, выезды на поле, маневры, боевое дежурство и другие важные мероприятия. Военнослужащие обязаны строго соблюдать установленный распорядок дня и выполнять свои обязанности в соответствии с предписаниями руководства. Мы спецназ, у нас все на базе спецназа. Выполняем особо важную задачу, я так считаю. У нас два батальона есть в бригаде. Это Халхан и Алдаспан. Халхан, он выполняет задачу по защите Ахурды, а Алдаспан покрывает 6 блокпостов, 6 трасс, которые ведут в Астану. Сайла Шарнал говорит, что здесь большое внимание уделяет физической подготовленности. Поэтому у них ежедневные изнурительные тренировки. Это бег, минимальная дистанция 3 километра, а максимальная 40. Также их обучает армейскому рукопашному бою. Причем противостоять противнику необходимо как с оружием, так и без него. Отборы в ряды бригады в особого назначения строжащие, так как часто подразделения отправляются для выполнения специальных боевых операций. Будущий солдат должен обладать хорошими физическими данными, а также быть морально устойчивым. Ежедневно на практике они отрабатывают различные тактические приемы и варианты штурмовых наступлений. Солдаты срочной службы выполняют сложные и опасные задания. Их привлекают наряду со спецслужбами. Поэтому они выполняют самые сложные упражнения, требующие физической выносливости и психологической выдержки. И об одном из них нам рассказал командир роты Таир Досов. Здесь, на данном участке, сейчас он малый и большой лабиринт. На малом лабиринте отрабатываются по группе. Они должны знать, в первую очередь, трудно чувствовать. Каждый должен выполнять свои функции. Кто кого прикрывает, кто в какой заходит, кого как уничтожает. Здесь все эти вопросы отрабатываются. На малом лабиринте отрабатываются без боевой стрельбы. Здесь уже в большом лабиринте со стрельбой. Но здесь уже повыше видеть, здание уже симитировано. Так что противника не видно. К счастью, что мы сегодня живем в мирное время. Но все же были ли такие подобные выезды, применяли уже на практике? Конечно, было во время января событий. Мы были подняты по травы и выполняли те функции, которые мы должны были выполнить. Очень быстро мы отработали и получили очень высокую оценку от службы государственной охраны. Через какого промежутка времени для солдат срочной службы вы отправляете на такие сложные задачи? У нас идет рота молодых солдат, подготовка. Это строевая, изучение. Они принимают присягу. После этого у нас есть подготовка по специальности. Когда мы их распределяем по специальности, после этого они занимаются, каждый изучает свое штатное вооружение, оружие. Как его применять, на какой дальности его правильно применять. То есть тактика, техническая характеристика каждого своего оружия. И он должен уметь не только его знать, он должен его применять. И еще приводить к нормальному бою. Для этого что необходимо? Необходимо его изучить. И мы вырабатываем в этом чувство уверенности в своем оружии. То, что он прицелился, он попал. И здесь мы выполняем, для этого выполняется норматив четвертого упражнения контрольного стрелка. Он когда стреляет, он с 10, допустим, выполняет, набирает 90. Это 85, оценка отличная. У нас меньше 90 никто не стреляет. Как часто проходят тренировки? Не секрет, что у вас очень изнурительные тренировки. График какой? Ежедневно, по сколько часов? Какие-то тренировки, виды каких тренировок? Ежедневно. Это утренние физические зарядки. Идут. Они в течение 50 минут. Тело на утренние физические зарядки мы поднялись. Мы поздоровались, проснулись, вышли. Через 10 минут мы уже начинаем утреннюю физическую зарядку. С чего начинается? В зимнее время она идет не на месте. То есть производится бегом. Разминка на все части тела. В одежде или как раздетой? В летнее время, да. Голубь, торс. Тело должно закаляться. В зимнее время, там уже как определить дежурную по части. Какая форма одежды. В зимнее время, в основном, мы все производим на ходу. Все разминки полностью. Но обязательно здесь включается упражнение на бег на 3000 метров. Само собой, подтягивания. Каждая утренняя физическая зарядка, она предназначена для выполнения всех нормативов в течение недели, которые необходимо нам выполнять. После обязательно мы бегаем марш-броски до 10 километров. У нас есть ежемесячные 40 километров марши, которые мы проводим в пешем порядке, в полной экипировке. У нас есть, кроме того, мы рукопашный бой. Это обязательно, потому что рукопашный бой владеть каждый из нас должен. Кроме того, что мы сами занимаемся, в холосу выполняем приемы, на друг друга отрабатываем приемы. У нас еще проводится чемпионат части по рукопашному бою. Издан участвуют вся категория. Вот рукопашный бой. Опять же. Соответственно, любой единоборство всегда риском для травмы. Соответственно, солдаты могут получить какие-либо травмы, синяки и так далее. Как вы на это оправдываетесь? Вообще не исключено, потому что это травмоопасный вид. Военная полиция же приходит каждый вечер, что она осматривает бойцов. Есть ли дедовщина, нет дедовщины. Как доказываете то, что эта травма была получена во время тренировок? Мы проводим чемпионат. Когда мы проводим чемпионат, мы, во-первых, собираем весь состав команды. Вы же готовите к чемпионату? Мы готовимся. Вот тоже травмы, тоже спарринги. Да, у нас есть на это приказ, что вот такие лица будут участвовать на чемпионате и на подготовке. Поэтому у нас все законно. Никто никого не бьет. Ни дедовщины в армии? Дедовщины у нас вообще нет. У военнослужащих до 19.00 каждая минута расписана. После ужин мы решили посмотреть и узнать, чем же питаются бойцы бригады особого назначения. Ну вообще наесться можно, если брать себе достаточно хлеба. И порции здесь довольно большие. Всегда ли свежее питание вам дают? Да, свежее. Готовят вкусно. Иногда вот просто ешь, потому что вкусно. Там за добавкой идешь. Готовят еду для солдат и офицеров частная компания. Готовим три раза в день. Завтрак, обед и ужин. Меню у нас составляется за неделю. И все это согласуется с руководством войсковой части. Солдаты наедаются. Мы никогда не отказываем добавки. В торжественные дни у нас праздничный Дастархан. Лично решил отведать армейской кухни. Как вы видите, первое, второе, чай, сок, хлеб. Даже конфеты дают. Сейчас попробуем. Ммм, довольно-таки неплохо. Очень вкусно. Как мы видим по второму блюду, мяса очень много. Если солдат не наедается, то в добавках никто никогда не отказывает. В течение дня солдатам запрещено просто лежать на кровати. Это правило действует даже в свободное время. Такой строгий режим обеспечивает дисциплину и подготовленность к выполнению служебных обязанностей. Однако с 20.00 начинается свободное время, которое они посвящают отдыху. В это время военнослужащие могут смотреть телевизор, читать книги или заниматься другими личными делами. Но больше всего они любят собираться и петь под гитару, вспоминая друзей, родных и близких. Продолжение следует... Продолжение следует... Бригаду особого назначения 68-665 отличают высокий уровень профессионализма сотрудников и современное вооружение. Подготовка и обученность персонала позволяет ей успешно решать самые сложные задачи. Ежедневные тренировки, как физические, так и строевые, учебные занятия и участие в тактических учениях играют ключевую роль в формировании высокого профессионализма и боевой готовности бойцов этой бригады. Благодаря чему молодые казахстанцы, вчерашние школьники становятся настоящими защитниками своей родины, готовы выполнять любые возложенные на них задачи. В Астане благодаря инициативе двукратного чемпиона мира по боксу Мирбулата Таитова спасатели, пожарные, медики теперь могут заниматься боксом абсолютно бесплатно. Тренер объясняет, что хочет внести вклад в развитие физической подготовки, а также таким образом отблагодарить представителей этих профессий за их труд. О пользе этого вида спорта можно говорить долго, но главное это, конечно же, основы самообороны. Амир Саминбетов тоже побывал на тренировке и узнал, кого еще чемпион мира готов обучать боксу бесплатно. Мирбулат Таитов признается, что последние события на него сильно повлияли. В начале года в социальных сетях казахстанцы распространяли видео нападения на водителя скорой помощи. Тогда пострадавший получил сильные удары по голове и попал в больницу с отресением мозга и несколькими переломами. Нападавшему не понравилось, как сотрудник скорой помощи припарковал машину. Другой случай произошел месяц назад в западоказахстанской области. Спасателя ударили ножом во время противопаводковых работ. Тренер по боксу говорит, что готов обучать всех представителей этих профессий, чтобы подобных случаев было меньше. Ну, пока мы взяли три направления, вот со следующим месяцем мы хотим добавить еще, который работает в мире этот МВД. Соответственно, эти ребята работают во благо нашего государства, во благо нашего народа. И, соответственно, мы хотели бы их побольше, ну, такие, самооборону обучить, чтобы они могли за себя стоять. Тренировки проходят три раза в неделю с восьми вечера. Продолжительность занятий два часа. Во время нашего визита в зале было около 20 человек. 20 минут разминка. После так называемой бой с тенью. Мне объяснили, что это оттачивание навыков перед зеркалом. Мир Булатуитов вместе со своим помощником показывают комбинацию ударов. Если смотреть со стороны, кажется, ничего сложного. Но на практике все иначе. Бокс – это усиленные тренировки. Каждые упражнения длятся по две минуты. Но выдержать их непросто. Здесь нужно выносливость, характер, но и главное – желание. После объявления акции наш зал пополнился новыми людьми. Это хорошо. Новые знакомства, обмен опытом. Хочу также отметить, что спасатели в отличной физической форме. А также наш зал украсили девушки. Они – представители здравоохранения. Представители МЧС отказались комментировать. Говорят, по службе не положено. Мы не стали настаивать. Пришли – уже победа. После 40 минут работы группа делится на две категории. Опытные заходят на ринг, другие же дорабатывают на боксерских грушах. В боксе есть много плюсов. Это, во-первых, скорость, дисциплина. И есть большой плюс – это самооборона. Конечно, бокс – это травмоопасный вид спорта. Новичкам здесь не дают сразу с перчатки и не выходят они на ринг. Они сначала обучаются, проходят школу боксу, физическую подготовку. Как проходят тренировки? Даже вот сейчас мы видим, здесь идет полноценный бой, где идет атака, также защита. Но в перчатках, как меня заверили сами боксеры, это не так уж и больно. Ну, давайте попробуем. Признаюсь честно, у меня есть опыт, поэтому мне разрешили принять участие в спаррингах. На ринге все иначе. Скажем так, реалистично. Здесь и учатся азам самообороны. Самое главное в боксерских перчатках – это не больно и безопасно. Сколько людей пришло? И как действует эта акция? Первый месяц, бесплатно, второй месяц заплатили? Как? Акция будет продолжаться, пока существовать будет этот зал. Людей откликнули где-то человек 20, наверное. 20-23. Получается 12 тренировок в месяц. Мербулатуитов говорит, что за два месяца можно научиться основам бокса. Тренер также провел для нас мастер-класс. В первую очередь нужно увернуться от удара. Вот так. Если вас ударили первым, желательно ответить. Это позволит вам убежать или же отстоять свои права. Также мне показали уязвимые места соперника. Я благодарю вас за эту тренировку. Все. Приходите. Спасибо вам, Рахмет. Давайте. Я надеюсь, что вы запустите акцию для представителей средств массовой информации. Мы тоже будем всегда в тонусе и синей. Давайте. Отлично. Хорошая идея. Давай, Амир. Это очень хорошее предложение. Если вы работаете в СМИ, давайте запустим акцию. Мы можем сейчас рекламу запустить, да? Все, все. Прямо сейчас. Для сотрудников средств массовой информации. Это журналисты. Телеоператоры, верно? Да, да, да. Режиссеры. Да. Весь творческий состав, кто работает на государственных, републикациях, телеканалах, могут бесплатно заниматься боксом. Да. У вас умер Влад Аткуитова. Хазак Аллат. Умер Влада чемпиона мира. Ну, нельзя. Здесь уже у мастера нужно учиться. Отлично. Все. Ахмет, все, приходите. Мы призываем избегать конфликтных ситуаций, а спортом заниматься лишь для укрепления своей физической формы. Я надеюсь, что многие тренеры по всему Казахстану поддержат акцию Мирбулата Таитова. Среди защитников Отечества военнослужащие, полицейские, пожарные, медицинские работники и многие другие. И все они готовы прийти на помощь в любой ситуации. Их подвиги не всегда видны, но их труд и самоотверженность помогают нам чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Спасибо за вашу службу, за ваше мужество и отвагу. С Днем Защитника Отечества. А я напоминаю, уважаемые телезрители, если и вам есть что рассказать, присылайте свое обращение на мобильный мессенджер по номеру 8 747 607 28 08. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь к нам со своей проблемой. Мы рассмотрим каждый случай со всех сторон, а самое важное вы увидите в эфире телеканала Хабар. Подпишитесь на нас в Телеграм и Ютуб. Вот пюар-код. Наведите телефон и будьте в курсе всех самых важных событий, которые влияют и на вашу жизнь тоже. С вами был Дамир Галиев и команда Народного контроля. До встречи через неделю на телеканале Хабар. Субтитры создавал DimaTorzok